МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету входит также в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и депутатской этике. Родился 15 февраля 1960 года в Чебоксарском районе. Окончил Чувашский государственный университет. Трудовую деятельность начал на заводе промтракторов. С 1991 года работал в научно-техническом центре «Техник». В настоящее время генеральный директор ООО кондитерская фирма «СМАК». Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской республики. Женат, воспитывает троих детей. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Здравствуйте. Владимир Михайлович, вы депутат уже шестого созыва, и второй созыв являете председателем постоянной депутатской комиссии по бюджету. Вообще сложная эта работа, заниматься бюджетом города Чебоксары, такого большого населенного пункта? Да, это, конечно, ответственная работа. Особенно учитывая, что наши депутаты работают не на постоянной основе, то есть не находятся ни на работе на штатной основе, а приходят изучать документы после работы основной. Поэтому в условиях дефицита времени приходится перелопачивать очень большой пакет документов. Формирование бюджета, сам процесс, он достаточно серьезный и ответственный, потому что нужно изучать все статьи расходов, которые предполагаются исполнительным органам во всех направлениях жизни города. Это социальная сфера, школы, детские сады и другие учреждения. Это само городское хозяйство, это уборка территории, это благоустройство. На все эти вещи, конечно, требуется большое время для того, чтобы наиболее тщательно изучить. Понять, куда лучше направить средства, распределить, никого не обидеть. И особенно это во время достаточно сегодняшнего, скажем, нестабильного, с одной стороны, и тяжелого финансового отношения. Приходится изыскывать резервы. Вот мы сейчас планируем очень тщательно посмотреть затратную часть администрации города и учреждения администрации для того, чтобы еще раз критично посмотреть статьи материально-технического обеспечения. Зарплату, конечно же, не планируем смотреть, но, по крайней мере, все те виды, куда уходят деньги дополнительно, к этому нужно сейчас критически осмотреть, где изыскать средства, а где есть возможность оптимизировать или сократить. Владимир Михайлович, давайте напомним параметру бюджета города на 2015 год. Сколько составляют доходы, сколько расходы, каков дефицит? Ну, у нас сегодня, как и в прошлые годы, происходит периодическая корректировка, то есть уточнение бюджета. Последнее уточнение у нас произошло уже после того, как прошли выборы, но еще старый состав сохранил свои полномочия, и 17 сентября было уточнение бюджета в сторону увеличения. Теперь у нас, значит, параметры таковы. Доходы 8 миллиардов 274 миллиона, по расходам 8 миллиардов 626 миллионов. В дефицитах сохраняется, как вы уже приняли еще в декабре месяце, он в размере 345 миллионов. И сразу скажу, что 2014 год, это был самый, скажем, по наполняемости бюджета, самый удачный год, мы закончили его с расходной частью 8 миллиардов 600 миллионов. То есть мы сегодня, несмотря на трудное время, сегодня мы уже по статье расходов вышли на уровень 2014 года. Хотя мы и аналитики говорят, и видим, что, возможно, в собственной части бюджета у нас некоторый недобор будет. Ну вот да, вы сказали, что 2014 год был достаточно успешный, в 2015, видимо, все-таки проблемный. И у нас будет недопоступление в бюджет. Я слышала такую цифру, как 250 миллионов. За счет чего? Из-за чего получилась такая цифра? И как будем этот недобор компенсировать? Ну, в целом, конечно, по многим направлениям это рассматривается, пополнение бюджета. Городская казна в большей части зависит от поступления налогов на доходы физических лиц. Понятно, что в нынешних условиях, скажем, есть задержка по заработной плате, есть сокращение рабочих мест, есть и другие моменты, какие предприятия отпускают в административные отпуска. Значит, соответственно, налоговая база в виде заработной платы граждан становится ниже, и, соответственно, и налог. Кроме этого, есть налог еще на землю. Значит, здесь есть отдельные моменты, ну, скажем так, немножко они более технический, может быть, характер носят. Но, тем не менее, значит, два года назад был пересмотр стоимости, кадастровый кадастр стоимости земель. И в этой связи произошли некоторые, ну, скажем, не совсем адекватные изменения, и многие предприятия стали оспаривать это решение. В соответствии с этим, значит, вот на данный момент ожидается тоже некоторое снижение поступления налогов на землю. Это когда им пересмотрели стоимость на землю в сторону увеличения? Да. Когда мы закладывали бюджет, мы видели одни цифры стоимости земель, а в процессе этого, значит, прохождения этого какого-то отрезка времени некоторые предприятия, некоторые собственники пересмотрели, то есть через суды или через комиссии, соответственно, опять налоговая база уменьшилась. За счет чего будем компенсировать недостаток? Ну, первое, что мы уже провели, это оптимизация расходов. Пересмотрели еще раз, значит, какие средства, какие направления деятельности можно на какое-то время или отложить, или чуть-чуть подсократить. Самое главное – не допустить снижения в социальной части. Вот этого мы, конечно, даже… То есть социальную сферу вы не секрестируете? Нет, мы… Туда средства направляться будут? Да, эти средства, а это составляет две трети бюджета. Что тогда будем сокращать? Вот вы говорили про оптимизацию, да, вот что… Может быть, кто не получит, недополучит средства или не получит, в принципе, средства? Ну, как всегда, прежде всего, наверное, обычно страдает у нас отрасль ЖКХ и благоустройства. Ну, не, скажем, не само по себе ЖКХ, а все-таки вот ремонт дорог, тротуаров, и вообще уборка дорог. Значит, эта отрасль у нас всегда в дефиците, и каждый год мы, даже в момент принятия утверждения бюджета, мы на сегодняшний день пока еще не можем на 100% удовлетворить потребности. Ну, как говорится, не можем удовлетворить на 100%, удовлетворяем на 90%. Ну, все-таки лучше, наверное, реже убирать дороги, чем сократить выплаты на социальную часть. Поэтому уже это вынужденная мера. Это не означает, что мы считаем, что это хорошо. Просто это уже получится таким образом. Кроме этого, оптимизация расходов всех подразделений администрации исполнительного органа, учреждений, пересмотр ранее принятых программ по городскому хозяйству. То есть, есть вещи пересматриваемые, можно ли сегодня отложить. Мы все-таки рассчитываем, что этот год тяжелый, следующий год еще не самый оптимистичный по прогнозам. Но у нас были лучшие годы, и мы обязательно будем, опять же, вернемся к таким показателям. Владимир Михайлович, вот сейчас депутаты Государственного Совета приняли законопроект о том, что бюджет Чувашской Республики будет составляться на год. В связи с тем, что и федеральное законодательство такое было, и в связи с тем, что ситуация экономическая в стране. Чебоксарский бюджет также одногодичный. Да, как раз на последнем заседании мы тоже приняли эту поправку. В связи с тем, что это на федеральном уровне изменения. Это связано как раз с этими кратковременными трудностями в финансо-экономической части. Поэтому мы уже приняли решение 17 сентября, что мы будем пока планировать бюджет на год. Начали планировать бюджет. Начали планировать. Есть какие-то уже приблизительные цифры, статьи расходов? Дело в том, что бюджет города формируется за счет собственных доходов и безвозмездных поступлений. Поэтому мы всегда ожидаем контрольные цифры. Когда принимается бюджет республики, определяются цифры безвозмездных поступлений. И исходя из этого, мы прогнозируя свои собственные доходы, мы уже начинаем делать расклад бюджета. Поэтому сегодня мы, конечно, ожидаем, что не ниже предыдущего, то есть этого, 2015 года, будем иметь цифры. Естественно же, работа уже ведется по тому, как рассчитать расходы текущие, как оптимизировать. Эта работа уже ведется давно. Бюджет невозможно в один день сверстать. Владимир Михайлович, что планируется в 2016 году, кроме обязательных социальных выплат? Куда еще планируем направить средства? Нужно строить школы, требуют реконструкции, какие-то серьезные городские объекты. Есть такие статьи? Да, да, да. Во-первых, мы программу реконструкции и строительства новых детских садов еще не завершили. Скажем так, вот 16 детских садов было построено за 4 года, но еще у нас задача стоит, пока еще очередь до 3 лет, закрыто надо довести до 2,5 и ликвидировать очередность в этом направлении. Кроме этого, сейчас уже намечено в городе строительство дополнительно 5 школ. Я не говорю, что это прямо со следующего года начнется эта программа на период в ближайшую пятилетку. Значит, строительство на улице Гладкова уже начинается. Далее планируем достраивать физкультурно-оздоровительные комплексы, которые наметили. Это у нас на улице на Эгерском бульваре, потом на территории парка 500-летия Чебоксара. Ну, все зависит от того, какая у нас будет экономическая ситуация и будет ли в полном объеме, мы будем ли получать безвозмездные поступления вышестоящих в бюджете. А в бюджете города 50% это поступление вышестоящего. Мост Московский будем реконструировать? Планируем такую работу? Вообще в плане есть. В плане есть, и я смотрю вперед с оптимизмом, думаю, что все будет нормально, будут средства, и мы будем это все делать. Владимир Михайлович, хочу услышать из первых уст буквально. Да, но вот у нас есть в Чебоксарах муниципалитет, город Шумерля, в котором очень большие проблемы и с наполняемостью бюджета, и с исполнением, и вообще, конечно, проблемные. У нас в Чебоксарах такое невозможно. Ну, на сегодняшний день все действия и администрации города, и руководство республики направлены на то, чтобы стабильно развивались предприятия по всем отраслям. Это самое основное для того, чтобы поддержать стабильное состояние экономики и налоговое поступление. Поэтому вот сейчас вот запущена первую очередь технопарка. Ведутся работы по поддержке малого и среднего бизнеса. То есть, я думаю, что в столице, по крайней мере, такого состояния просто невозможно. Даже при худшем состоянии общей экономики в стране, думаю, в Чебоксаров до этого мы не доведем. Спасибо большое, Владимир Михайлович. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Всего доброго, успехов. Я думаю, что вместе мы сделаем все необходимое, и город, и республика будут жить комфортнее, лучше, интереснее. Спасибо. Спасибо за внимание. Я напомню, что вы смотрели программу «Актуальный интервью», в которой мы рассказывали о том, как пополняется бюджет города Чебоксара и какие будут траты на 2015-2016 годы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»